Доброе-доброе утро! Сегодня мы с вами начинаем наш итоговый вебинар седьмого каталога, и у нас просто потрясающие новости. Потому что по итогам седьмого каталога у нас целых четыре новых статуса. Ура! И, конечно же, наши поздравления нашим новым статусам, которые родились, закрепились и получили свои бонусы квалификационные по итогам седьмого каталога. Друзья, встречайте новый бриллиантовый директор Татьяна Казакова, Алтайский край, село Алтайское. Это лидер с невероятной душой, очень большим сердцем, которое, правда, мне кажется, любит всех на этом свете. И у Татьяны такая же, наверное, как и она, такая же потрясающая команда. Просто невероятная команда, которая вообще хоть куда. На цементный завод я, на флешмоб я, на рекрутинг тоже я. На мероприятия везде Таня и ее команда. Это, правда, вот невероятный успех, когда, наверное, лидер вместе со своей командой идет, взявшись за руки. Ну, давайте, не буду все рассказывать. Танечка, тебе слово. Подключайся. Добрый день, дорогие друзья. Всегда так волнительно выступать в любой аудитории, хоть оффлайн, хоть онлайн, но я все-таки постараюсь. Вы знаете, я еще не чувствую вот этот статус бриллиантовый, как-то не почувствовала. Но я очень хорошо почувствовала, что в нашу команду, в наш совет директоров добавилось два лидера. То есть мы работать, наверное, будем поменьше. Но об этом чуть позже. А сейчас я хочу немножко вот на такую тему. Вы знаете, в каждом человеке что-то ценно. И у всех людей очень много ценностей. И мы много их ценим. Но больше всего я ценю чувство благодарности. Я сама очень благодарна многим людям и люблю в ответ благодарность. И у меня, знаете, целая книга, целый ежедневник благодарностей всем-всем людям, которые причастны к моему бизнесу в Фаберлик. Почему? Сейчас скажу. Вот совершенно случайно я попала на драгоценную поездку, будучи золотым директором на Шри-Ланке. И когда перед поездкой нам на сцене поздравляли, Мария Владимировна вручала нам чек. И она мне задала вопрос. Тань, вот что тебя движет? Как ты видишь этот бизнес? Я говорю, никак не движет, ничем. Это просто мое хобби. Ну и вы знаете, как Маша всегда своей лучезарным смехом говорит. Ого, ничего так с таким чеком, такое хобби. Нет, ну я так тоже пожала плечами, думаю, ну все, в пределах разумного у меня была основная работа, дополнительный заработок, все хорошо. И когда я попала на эту поездку, я не буду сейчас называть фамилии, но я скажу. Все, кто были, они сейчас здесь на вебинаре слышат и видят. Дорогие лидеры, я вам всем благодарна. Вот эта поездка спровоцировала или сподвигнула меня, чтобы конкретно развивать бизнес в Фаберлик. Благодарна всем людям, которые находятся в чате, благодарна всем лидерам Сибири и Дальнего Востока, благодарна руководителям, благодарна многим-многим людям, что они перевернули мою жизнь. И будучи вот сейчас, в пенсионном возрасте, я все еще на плаву. Ну а теперь я вернусь. Когда-нибудь я составлю истории благодарности, я обязательно о ней расскажу. Вот обязательно, потому что во мне это всегда живет со мной. А сейчас я расскажу о своей команде. Но она не моя команда, она наша общая команда. И я уже повторяю, что до золотого директора я, не я дошла, они меня просто подняли и все. И вот в тот период я приняла решение, что нужен бизнес. Нужен бизнес, и я захотела в следующую поездку поехать не одна. И так и случилось. У нас вырос золотой директор Владимир Трышкин, и мы поехали в Доминикану с ним. И помните, у нас была такая большущая делегация, и было так здорово. И я благодарна тем людям, которые были в той поездке. Я еще много нового интересного узнала. И вообще у меня такая мечта, чтобы все директора, которые есть сейчас, поехали когда-нибудь в драгоценную поездку. Времена закончатся, сложившиеся в мире, и мы вновь большой дружной командой все поедем. И, повторяю, в нашей команде очень разные люди. Вот мы вообще все разные, но нас свело одно общее. Это компания Коберлик. И здесь мы, конечно, начинаем смотреть все в одну сторону. Убираем свои амбиции, снимаем свои короны. И начинаем мыслить одинаково. Для чего? Я всегда ставлю вопрос, зачем. За тем, чтобы люди достойно зарабатывали, получали доход и жили достойно. Поэтому, хотим мы того или не хотим, мы снова, еще раз повторю, мы смотрим все в одну сторону. И после вот поездки, которая состоялась на Шри-Ланке, мы сделали проект в своей структуре. Но это сейчас я уже точно знаю, что это был проект. А тогда мы просто придумали акции. Мы придумали акции, и в течение двух лет у нас выросло четыре директора. Три выросли в структуре у Владимира, и один вырос у меня. Потом мы уже, потом мы думали, сейчас укрепим эти структуры, и дальше мы продолжим тоже какое-нибудь проектирование. И тут нам компания предлагает директорам, вновь открывшимся, по 100 тысяч рублей. Мы включились в эту акцию, но, к сожалению, два наших директора получили по 100 тысяч, два наши открывшиеся директора получили по 100 тысяч, но они не подтвердили эти звания. Но они у нас сейчас стабильные, то вице-директора, то старшие вице-директора. Это тоже замечательно. И я верю, что они пополнят команду, вернее, наш директорский состав. Следом мы решили, что мы закрепим то, что у нас есть, потому что, сами понимаете, тут такие сложные времена. А на 23-й год мы планировали запустить вновь какой-нибудь проект, чтобы нам усилить свою структуру. И тут случилось чудо. Компания дает нам акцию New Level. Вы знаете, как-то мы не сразу в ней разобрались, но мы в нее зашли. И еще в декабре прошлого года я начертила на простом листочке А4, который сейчас уже смят, который уже сейчас даже некрасиво показывать. Но я начертила, с левой стороны написала 4 имени, расчертила периоды с 18-го прошлого года по 12-й текущего года. И было у нас в планах закрыть 4 статуса директора. К сожалению, не все получилось. Ну, мы немножко с перевыполнением по итогам 7-го закрыли двух директоров, представляете? Один в первой линии, один во второй. И Владимир Сырышкин вновь стал, подтвердил свое звание золотого директора. Я не боюсь сказать того, что не бойтесь падать. Так случается. Такова жизнь. Ну, вы подумайте, хорошо задумайтесь. Не важно, сколько раз упадешь. Важно, сколько раз поднимешься. Поэтому, что бы в нашей жизни ни происходило, все происходит к лучшему. И скажу, что вот команда, Маша вообще здорово ее представила. Она у нас, правда, хоть на кирпичный завод, хоть на уборку свеклы, хоть на флешмоб, она абсолютно хоть куда. Хоть сейчас одна из наших директоров, Татьяна Шкурихина, организовала помощь животным. И мы все ее поддерживаем. Вот, правда, они такие, они такие все интересные. Все разные, но все интересные. Еще хочу сказать, что очень важно, чтобы в структуре обязательно лидер был мужчина. Здесь взглядся на работу совсем с другой стороны. Он иногда тормозит наши безумные мысли. Мы, конечно, все равно эти действия делаем, но уже немножко притормозив. Самое главное еще. Я давно отказалась от пословицы. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Я давно придерживаюсь того. Если хочешь сделать хорошо, отдай это дело эксперту. Вот в нашем бизнесе это точно. Чем больше мы делегируем, чем больше мы доверяем, тем больше у нас и лучше получается. Я никогда не побоюсь завести в любое, в любое действие, в котором, может быть, я только являюсь выдумщиком и наблюдателем со стороны любого консультанта. Я знаю, что, получается же, все наши лидеры, они параллели у нас в структуре. И я не побоюсь, они доведут его до конца. Они ему расскажут, покажут. Даже больше, чем консультанту, который находится у них в первой линии. Поэтому самое главное, доверяйте своим лидерам. Отпустите от себя все. Конечно, контролировать со стороны надо. Контролировать и придумывать я люблю. Но больше делают, конечно, лидеры. Еще я очень благодарна своему наставнику за то, что она когда-то открыла мне мир на компанию Фаберлик. И хочу пожелать вам, друзья, растите. Растите лидеров, помогайте лидерам, включайтесь во все проекты, куда бы вас ни звали. Что бы вы не увидели, не бойтесь. Мне уже столько лет, и я везде активно включаюсь. Всем успехов! Таня, спасибо! Это правда, вот классно, когда ты идешь к цели. Мне кажется, вообще ничего не мешает, а все только помогает. Поэтому успехов, процветания твоей команде. На пенсию еще прям сильно-сильно рано. Мы еще все молодые. И нам столько еще нужно сделать дел. Столько еще вырастить новых директоров в наших командах. Поэтому, Танечка, процветание тебе и твоей команде. Тем более в этом каталоге у Татьяны два новых директора. И я с большим удовольствием поздравляю Терышкину Ольгу, новый директор. Терышкина Ольга – это в структуре у Терышкина Владимира, о чем сегодня Татьяна говорила. И я также искренне поздравляю Володю с закреплением золотого директора. И с таким вот двойным, наверное, с двойным достижением. И с новым директором, и с новым директором в семье. И в команде, и в семье. Поэтому, Ольга, от всей души принимайте поздравления. И, правда, в такой замечательной команде расти одно удовольствие. Поэтому новых успехов и новых результатов. И новый директор – Пустовая Ирина, Алтайский край. Браво! Это уже директор в первой линии у Татьяны Казаковой. Вот как здорово, когда вся команда растет одновременно. Это круто. Таня, спасибо тебе огромное, что ты, правда, сегодня поделилась, как в команде дружно растут лидеры и закрывают не только статусы до директора, стремятся, но и уже директора. И я думаю, в дальнейшем это будут уже и драгоценные директора. Поэтому, друзья, принимайте поздравления. Ну, а у нас еще родился новый директор в Новосибирской области. Я поздравляю Сыпко Елену и ее наставника Селиверстову Елену. Две Елены, две Елены, две звезды. Девочки, аплодисменты! Браво! Вы такие молодцы! Поэтому вам только вперед! Новых успехов, новых побед! И ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Только вперед! Вот такой у нас получился прям шикарный седьмой каталог. Столько новых статусов, столько новых звезд. Ну и, друзья мои, давайте же перейдем к тем статусам, которые у нас впервые сделали первые свои ступенечки еще до статуса новый директор. И я от всей души поздравляю по Новую Юлию, Алтайский край. И это структура Татьяны Казаковой. Снова, да. Поздравляем лидера 9%. Хорошего Жанна, Алтайский край. Ример Мария, директор. Зубкова Анастасия, Кемеровская область. Вышестоящий директор Губина Валентина. Лидер 9%. Воронина Наталья, Норильск, Красноярский край. Налимова Ирина, это тоже структуры Татьяны Казаковой. Ниязова Мурина, Новосибирск. Поздравляем от всей души. Луйкова Фуризону поздравляем. Новосибирск. Также наставник Гарифинова Шахла. Поздравляем Икромова Акбали. Новосибирск. Старший лидер. Рачабов Сантир. Поздравляем Амарову Зарсену. Старший вице-директор. 15%. Красноярский край. Поймова Марина. Поздравляем старшего вице-директора. Новосибирская область. Город Новосибирск. Кавгакову Гулсару. Высшестоящий директор из Тюмени. Гафорова Шахла. И передаю слово на Дальний Восток. Новые ступеньки. Женя, подключайся. Коллеги, я вас всех приветствую. Всем желаю доброго дня. Меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если меня слышно, отлично. Мария, спасибо. Ну что, я, конечно же, не промолчу. И, конечно, я хочу поздравить с такими огромными успехами, с такими трогательными успехами. Ваш регион, Сибирь, это совершенно потрясающе. И вот я сейчас слушала и думала, а интересно все-таки, да, вот как это работает, правда? Это такая четко поставленная цель? Или это вот, ну, просто вот человек такой? Или это какие-то отношения вот такие особые в структуре, в команде? Потом, ну, я же Татьяну тоже знаю хорошо, и лидеров многих знаю. Наверное, я подумала, это все вместе. Вот оно все вместе так работает на результат, что когда, как мы, да, в дайджесте новостей писали по итогам периода, что у кого-то, может быть, это и коридор затмений, да, все-все уходили, говорили, что такой период, там, звезды не так стоят, планеты не так стали, вот. А у кого-то действительно вот такая вот, какой-то феерический успех в команде, и это очень-очень круто. Поэтому я поздравляю. Конечно, я поздравляю и всех, кто у нас на новых ступеньках, потому что это такое хорошее начало для большого старта карьеры, нашей лестницы успеха. И у нас в Дальнем Востоке тоже есть такие первые победы по лестнице успеха. Это вот мы с вами смотрим от лидера и до старшего вице-директора. Давайте поздравим теперь вместе Дальний Восток. Ну и я с удовольствием поздравляю Забайкальский край Гера Наталью со статусом лидер. Это у нас впервые, друзья, впервые наши ступеньки по лестнице успеха. Далее у нас идет Иркутская область, Каримзода, Мавзуна. И тоже, Мавзуна, примите наши поздравления от двух наших регионов. Так, сейчас, секундочку. Далее опять-таки Иркутская область, Афанасьева, Татьяна, тоже лидер 9%. Далее тоже лидер 9%. Щукина, Елена, это Приморье. Мы продолжаем. Приморский край опять-таки, город Арсеньев. Это у нас Казакова Оксана, тоже впервые на ступеньке лидер 9%. Маленько у меня притормаживают слайды. Так, Денисов Дмитрий. И далее следующий слайд, уже старший лидер проскочил прям так быстро у меня слайд. Поздравляем, Приморский край опять, город Находка, Хушму, Боров, Мукадас. И продолжаем далее. Старший лидер, тоже 12%. Это Саха, Якутия, далекий, холодный регион. Унжакова Татьяна. В прошлый раз мы ее тоже поздравляли с предыдущей ступенькой. Но очень здорово, такой тренд, такая тенденция. Каждый новый период еще одна очередная ступенька. И думаю, совсем скоро мы тоже будем поздравлять с высоким новым статусом. Далее, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск. Оксана Шилова у нас тоже впервые на ступеньке старший лидер. Примите наше поздравление. И вице-директор, 15% вознаграждения. Это у нас Юдо Анастасия, Иркутская область, Уссуле, Сибирская. Еще один вице-директор, Артемьева Марина Приморский, край, город Партизанск. Ну и, собственно говоря, Дальний Восток, да, отчестовали наших новых лидеров от 9% до 19%. Ну, друзья, что хочется еще сказать. У нас, конечно, по итогам седьмого периода, как и по итогам предыдущего, шестого, у нас есть те наши директора, лидеры, кто успешно выполнил поставленную цель в рамках программы New Level. Ну, это, конечно, отдельная большая тема, и мы отдельно обязательно сделаем в ближайшее время вебинар, либо Zoom какой-то, где мы будем делать праздник, будем делать чествование для тех наших директоров, которые либо восстановили свой статус, да, либо впервые выполнили статус директора и получат удвоенный бонус. Поэтому, друзья, ждите обязательно информацию, следите за информацией. Мы обязательно всех пригласим на этот торжественный праздничный вебинар. Где мы вместе сможем порадоваться за своих коллег. Ну, а теперь давайте мы посмотрим на рейтинг, как мы закрыли седьмой каталог по Дальнему Востоку. Ну, а после того, как посмотрим Дальний Восток, традиционно Мария расскажет про Сибирь. Итак, я напомню, что мы с вами смотрим, да, уже по сложившейся традиции три основных показателя. Это наши новички с заказом, это наши активные покупатели и наш объем продаж, да, самый такой главный, самый ключевой показатель. Ну, и потом уже подводим итоги по всему рейтингу суммарно и выявляем первые позиции нашего рейтинга. Вот, ну, друзья, буду показывать вам на слайдах сейчас наши турнирные таблички, да, назовем их так, где стоят места в рейтинге, то есть мы посмотрели, как и обычно, седьмой период, как мы завершили двадцать первого года и сравнили его с седьмым периодом, ой, простите, двадцать второй год сравнили с двадцать первым годом. Что-то я куда-то в прошлое ушла. Вот, и вот этот рейтинг как раз-таки, как сработали территории в этом году, в седьмом периоде, по отношению к тому. Ну, и вот такой вот выстроился рейтинг. Итак, у нас, вы можете посмотреть каждую свою территорию. В принципе, много очень территорий делят одно место, да, это будет встречаться часто, и несколько территорий там на первом, на втором, на третьем, на четвертом и так далее месте. Ну, сразу хочу сделать оговорку, коллеги, кто помнит, да, как раз-таки седьмой и восьмой период, в прошлом году мы с вами активно работали в социальной акции. Поэтому у нас, ну, показатели такие, да, то есть социальная акция, которая была, она может, конечно, влиять, да, оказывать свое влияние на общую картинку, как складывается ситуация сейчас. Вот, поэтому, ну, территории, которые работали в прошлом году на социальной акции, хорошо помнят, да, кто были такими ударниками, кто больше остальных, да, работал. Ну, и это я просто так, что если вы видите себя на текущий момент где-то, свою территорию в конце, да, ну, не расстраивайтесь. Я еще раз говорю, что, может быть, повлияла социальная акция на этот результат. Итак, ну, смотрим, да, новички с заказом в абсолютных процентах. Ну, здесь первое, второе, третье, очень много и первых, и вторых, и третьих мест, поэтому, пожалуйста, коллеги, посмотрите. Вот, далее мы с вами смотрим активных покупателей, да, и здесь тоже очень много повторяются, да, то есть несколько территорий делят одну и ту же позицию. Вы тоже можете посмотреть в рейтинге каждую свою территорию, на которой проживает. И традиционно третий показатель – это у нас объемы продаж. Ну, и опять-таки, да, в принципе, тенденция сохраняется, да, по всем трем показателям, в общем-то, территории дают примерно одинаковый результат. Ну, и общую турнирную табличку посмотрим, да, то есть все вместе показатели, объем продаж активных покупателей, новички с заказом. Ну, и здесь тоже вы можете посмотреть свою территорию. Далее традиционно мы смотрим с вами, как распределились доли по активным покупателям и по объемам продаж в регионе. Ну, то есть вот здесь есть такой вот круг, да, пирог, как мы его любим называть, и каждая территория видит. Здесь уже мы не сравниваем периоды, мы смотрим только один лишь период 7-22 года, и как у нас распределились проценты, да, по показателям объема продаж и активные покупатели. Пока я говорю, вы можете посмотреть свою территорию, все абсолютно доли подписаны, подписан процент, также вы видите на слайде, что подписано все по цвету, можете сориентироваться по цвету. Ну, и, как всегда, мы показываем население, да, мы никогда не убираем этот график, да, наш, потому что очень удобно сориентироваться, да, то есть какой процент населения на территории проживает, да, и какой процент дает территория по объемам продаж и по активным покупателям именно в компании Фаберлиф. Ну, и тут, в принципе, можно посмотреть, соответствуют ли или нет. Если территория где-то проживает, да, на территории меньше людей, а по количеству, по проценту, да, большая доля пирога, ну, значит, территория, конечно, молодец, безусловно, и более плотно, более активно работает и дает лучший результат, да, чем та, которая, та территория, которую она обогнала в этих показателях. Итак, ну, а я тогда передаю слово Марии в Сибири, и Мария расскажет нам, как сложились рейтинги в Сибири. Да, коллеги, переходим к рейтингам Сибири, седьмого каталога, и давайте посмотрим, как распределились наши рейтинги, наша турнирная таблица, да, по нашим показателям, которые мы с вами показываем каждый-каждый период. Вот, ну, и первое, конечно, это новички с заказом, это наш рекрутинг, и хочу также повторить Женины слова еще, да, то, что помним, что у нас в прошлом году седьмой-восьмой каталог была социальная акция, да, об этом мы помним, не забываем. Вот, и, соответственно, новички с заказом, это не просто новички, которых мы зарекрутировали, а те, кто сделали заказ. На первом месте у нас Республика Тыва, на втором месте Томская область, на третьем Омская. Ну, и четвертое место целых три территории новички с заказом, Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Хакасия, ну, и замыкает нашу турнирную таблицу Алтайский край, Красноярский и Новосибирская область. Идем дальше. Наши активные покупатели. Здесь также мы сравниваем и абсолютные цифры, и в процентном показателе, да, насколько есть рост к прошлому, к периоду прошлого года. Вот, ну, и, собственно говоря, на первом месте Республика Тыва, Томская область. Третье место здесь у нас разделили две территории Омской области, Республика Хакасия. Ну, и, собственно, турнирную нашу всю табличку по активным нашим покупателям также вы можете увидеть на экране. Переходим к нашему третьему показателю. Это объем продаж. Объем продаж, которые сделали территории Сибири. И на первом месте у нас неизменно Республика Тыва, да, на второе место здесь у нас вырвалась Республика Алтай, а на третьем уже месте Томская область. Вот, ну, и также можете посмотреть табличку, на какой, на какой строке находится ваша территория. Ну, и, конечно же, замыкает наш рейтинг такой общий зачет, да, общий зачет показателей новички с заказом, активные покупатели и объем продаж, да, то есть здесь мы все три этих показателя суммируем. И первое место Республика Тыва, второе место Томская область, и третье место Республика Алтай. Аплодисменты тройке лидеров. Ребят, вы молодцы, да, показатели по итогам седьмого каталога у вас лучшие по общему зачету. Ну, и всю турнирную табличку тоже можете посмотреть, общий наш зачет, кто на какой позиции находится. Ну, и также не забывать, что у нас в прошлом году была наша социальная акция. Ну, и переходим к нашим красивым, очень красивым пирогам. Вот, безусловно, у нас есть пирог с населением, который мы показываем всегда, чтобы вы понимали, ну, сколько людей проживает на данной территории. Да, это население, которое взято из Википедии, вот, и, как бы, оно у нас практически никогда не меняется, да, этот пирожок. И давайте посмотрим на пирожок с объемом продаж. Почетное первое место у нас продолжает занимать Красноярский край 23%, да, и здесь тоже, чтобы вы сравнивали, 19% населения принесло в Сибири, да, Красноярский край 23% в объемах продаж. И также Новосибирская область, 19% населения принесли 22% продаж в пироге, да, то есть больше объем продаж в процентах сделан больше, нежели, да, по процентам населения. Поэтому здесь можно другим территориям тоже на это акцентировать внимание свое, да, что, возможно, в этой жизни все, да, в продажах. Даже если у тебя население не такое большое, можно генерить продаж гораздо больше. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, что же у нас происходит дальше, да, следующее место по объемам продаж, что у нас занимает Кемеровская область, 17%, Алтайский край 13%, дальше у нас идет Омская область 13%, Томская 7%, и по 1% у нас 3% Хакасия, и Республика Алтай, Республика Тыва по 1%. Друзья мои, ну, я хочу также акцентировать ваше внимание на активных покупателях. Почему? Потому что, вот посмотрите, у нас здесь видно, что по активным покупателям на первом месте самая большая доля – это Новосибирская область, да, 23,5% активных покупателей в Новосибирской области. И здесь вот такая четкая картинка, да, на что влияет объем продаж, да, какой еще показатель. Но мы об этом с вами уже неоднократно говорили, что, конечно, да, на объем продаж еще влияет средняя закупка. И, соответственно, если все наши активные покупатели будут делать большую активную закупку, то, соответственно, и будет расти объем продаж. Вот. В Красноярском крае средняя закупка одна из самых больших, поэтому и объем продаж, несмотря на то, что покупателей активных меньше, объем продаж гораздо больше. Поэтому берем это тоже на вооружение для своих команд, для своих мероприятий, для своих активностей в структуре, да, чтобы вы могли тоже анализировать эти показатели, среднюю закупку, перевод новичков и активность, и тогда ваша структура и ваша территория будет показывать высокие результаты. Друзья, ну а мы с вами идем дальше. И вы знаете, очень-очень-очень радостно, что у нас с вами есть награды. Есть награды, премии, и, собственно говоря, наша компания всегда участвует в разных таких премиях, но особенно, знаете, гордо, когда наши любимые продукты берут медали, да, берут медали, и мы можем с радостью об этом рассказывать своим консультантам. Вот, и у нас в этом году, да, уже вот совсем, совсем недавно, вот, прошел Интерхим. Это единственная международная специализированная выставка для предприятий, да, где по производству продукции товаров бытовой химии и средств личной гигиены. И смотрите, наша компания ежегодно принимает участие в таких выставках. И в этом году золотые медали, золотыми медалями были награждены следующие продукты. Это моющее средство антижир, это наш рефрешер, да, он у нас в двух есть видах рефрешер. Это цветочный бриз, это лаванда и бергамот. Вот, и моющее средство универсальное. Четыре этих продукта взяли золотые медали. Девчонки и мальчишки, надо этим делиться однозначно, потому что это, правда, особая гордость, гордость за нашу продукцию. И серебряную медаль у нас получил гель для профилактики устранения засоров. Вот, вот такие премии получили наши продукты. Обязательно об этом рассказывайте. Ну и еще у нас получилось участие в одной премии в этом году. Премия Beauty Edwards. Это экспертиза домашнего очага, да. И здесь, смотрите, в журналах мы участвовали в этом конкурсе, и все это анонсировалось в журналах. И, собственно говоря, по итогам голосования премии «Домашний очаг» Beauty Edwards 2022 от компании Faberlic победил шампунь «Эксперт Эверш Стронг» в номинации «Волосы». Поэтому, друзья мои, наши линейки не только по уходу за домом, но и по уходу за волосами. Тут прям было голосование, целое голосование, и победила наша линейка шампуней. Поэтому тоже с гордостью рассказывайте об этом своим клиентам, своим консультантам. И, конечно, это тоже все очень влияет на продажи. Друзья, ну и я думаю, все вы обратили внимание, да, что у нас на нашем сайте появилась новая такая заставочка, которая называется Faberlic Be Eco. Что это значит? А то, что наша компания, она безусловно за экологию. Наша компания производит экологичные продукты. Наша компания получила статус экологичного производства, да, потому что мы не засоряем окружающую среду. И, конечно же, наши пункты выдачи включились активно в акцию «Эко-страна», проект «Эко-страна». И поэтому, друзья, те, кто включился в этот проект «Те пункты выдачи», вам огромнейшее спасибо, что вы делаете нашу планету лучше, что вы делаете нашу планету чище, помогаете ее не засорять, да, и собираете нашу вторичную вот эту упаковку. Поэтому этот проект у нас есть, мы за экологию, и все консультанты могут посмотреть нашу географию пунктов выдачи, которые принимают наш пластик, да, пластик именно от нашей продукции. Вот, поэтому делаем нашу планету экологичной. Ну и, конечно же, под вот этим брендом «Би-эко» у нас есть натуральная и экологичные серии «Фаберлик». Давайте же посмотрим, какие серии входят в эту линеечку, да, «Би-эко». Ну, конечно же, это наша новая серия ухода за кожей «Грин Карма». У нее даже такое название, прям вообще, ну, потрясающее название «Грин Карма». Оно прям говорит, что мы на каком-то кармическом уровне защищаем и очищаем нашу планету, да, и дарим своей коже экологичный, чистый уход. Это дорогого стоит. Что же входит еще в нашу вот эту вот экологичную серию «Би-эко»? Это новая серия, коллекция макияжа «Исклер». Дальше серия ухода за домом «Хоум Гнон Гринли», которую мы уже давно все полюбили, любим, и она, правда, очень экологичная. Коллекция одежды для детей и подростков «Экохлопок», и, конечно же, наша потрясающая «Эко-посуда», которую тоже уже все, кто купил, распробовал и очень полюбил. Вот, поэтому продвигаем нашу экологичную, экологическую серию «Би-эко» и делаем нашу планету чище. Ну и, конечно же, ухаживаем экологично за собой. Друзья, идем дальше. Какие же региональные события произошли у нас на территориях в седьмом каталоге? Жизнь была активной, насыщенной, яркой и красивой. Ну и давайте же посмотрим, что было и что у нас будет. У нас прошло уже два марафона, два марафона, которые были именно посвящены нашим уходовым линейкам, посвящены продукту. И третий марафон, который у нас стартует уже на следующей неделе, с 23 мая, это уже про бизнес. Этот марафон будет посвящен рекрутингу, так как это основной инструмент в нашем бизнесе. И я передаю слово Светлане Нарольской, которая будет вести этот марафон. Света, подключайся. Коллеги, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, традиционно плюсики. Спасибо большое. Не буду задерживать вас долго. Расскажу быстро о том проекте, который у нас идет на территориях. И расскажу о том марафоне, который начнется у нас, запустится, стартует 23 мая. А, коллеги, в рамках марафона, марафонов, так, я сейчас перерисну, да? Вот так. В рамках вот этого нашего проекта будет марафон 23 мая проходить. Так, заговариваюсь. Что на нем будет? Вы можете, будем говорить о бизнесе. Узнаем возможности бизнеса, расскажем вам о том, какие есть методы рекрутинга, о том, как рекрутировать, как отвечать на возражения, как приглашать. Все это мы с вами узнаем на марафоне. Но самое главное, что можете сделать вы? Вы можете прийти на наш марафон, но также параллельно набрать свои команды и проводить параллельно марафон. То есть мы вот этот марафон можем с вами масштабировать на все наши территории. То есть идете ко мне, допустим, ко мне у нас будет, я буду не одна, мы будем я, Светлана Ройска, Алена Кимаева и Оксана Вовк. Это тоже лидер мой, который, кстати, пришел у меня в команду и попал сразу ко мне на мой марафон по рекрутингу. Мы проводили тогда его с Галиной Обуховой. И после этого она начала работать, расти, Оксана. Поэтому вот она вам тоже расскажет свои методы работы, как она рекрутирует. Далее. Вы приходите со своими командами на вебинар. Пожалуйста, можете зайти все вместе. А потом вы идите в свои структуры и проводите свой марафон на наших материалах. То есть берете наш материал, идете к себе в структуру и масштабируете. То есть можете дублицировать. То есть это такая задумка у нас была нашего проекта. Далее. Что я хочу еще сказать? Коллеги, в общем так, я вас всех приглашаю на наш марафон. Приходите, увидите, узнаете бизнес. Это, в общем, подключите меня, пожалуйста. Что-то у меня тут не то происходит. Светлана, спасибо. Друзья мои, приглашаем на марафон. Записывайтесь. Время осталось до старта. Уже совсем-совсем немного. Ну а мы с вами идем дальше. Какие же события в Сибири прошли в седьмом каталоге? В седьмом каталоге у нас прошла конференция, бизнес-конференция в городе Томске. Посмотрите, как это было ярко, красиво, красочно, насыщенно. И хочу сказать, что конференция в Томске в этот раз прошла абсолютно по-другому, не как всегда. И она была даже прям другая, не как на всех территориях. Здесь был откуплен полностью ночной клуб. Все два этажа, два этажа ночного клуба, он был в нашем распоряжении. И конференции было две части. Первая часть была на втором этаже клуба. И он с большими светлыми панорамными окнами. Это большой как банкетный зал. И так как в нашем распоряжении была вся абсолютно территория, наши девчонки заняли барную стойку и устроили там настоящий такой бар коктейлей. Бар коктейлей нашей серии Wellness. Там было порядка семи коктейлей разных абсолютно вкусов, в том числе наша скульпта. И девчонки ее готовили на молоке и на воде. То есть можно было попробовать один и тот же коктейль в двух вариациях. Соответственно, встречали гостей коктейлями. Ну а дальше гости могли продегустировать уже коктейли парфюмерные, потому что они тоже дегустировались в таких бокалах. Была очень необычная тоже подача. Была битва ароматов, где можно было проголосовать за парфюм. И потом этот парфюм был разыгран. Дальше происходило на четырех площадках знакомство с продукцией. Ну и, конечно же, поздравления, награждения по программам New Level, участвованию новых статусов, действующих директорского корпуса. В общем, такой вот прям праздник получился очень классный. Потом был перерыв, когда людям можно было пофотографироваться и перейти уже в другую зону, на первый этаж, уже в ночной клуб, где была атмосфера, знаете, таких сцены, софитов, банкета. И уже все столы были накрыты фуршетом. Вернее, не фуршетом, это был прям банкет, то есть были накрыты столы. И, конечно же, уже началась такая часть именно с историями. Сначала нас погрузили в атмосферу денег, нашей истории и как можно зарабатывать деньги. И дальше были потрясающие истории от наших звезд, от наших драгоценных директоров. От Натальи Платко, бриллиантового директора, и от золотого директора Светланы Нарольской. Коллеги поделились не только своими историями, своими секретами, своими наработками, но и еще в конце спели песни. Это, конечно же, очень вдохновило всех, и это было просто волшебно. Поэтому, девчонки, спасибо вам огромное за такие волшебные подарки. Ну а как это было, давайте посмотрим короткий ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так ярко и красиво прошло это событие. И, друзья, хочу с вами поделиться еще с одним событием, которое прошло в Алтайском крае в структуре Елены Горшковой. И он назывался «Спа-дивишник». Давайте посмотрим, как это было. Короткое видео, и дальше я вам расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хочу вам рассказать. Что структура Елены Горшковой и Оксаны Калиниченко устроили акцию в своих структурах, сделая в шестом и седьмом каталоге личный объем 50 баллов, и ты попадаешь на такую вот спа-вечеринку, спа-дивишник. И, соответственно, это спа-комплекс, который один из самых крутых в городе Барнауле. Вот руководители структур своих устроили девчонкам такой праздник. И в рамках этого праздника, этого спа-дивишника, еще устроили такой небольшой конкурс с ними короткую презентацию на 30 секунд и получив подарок маску. В общем, вот такая интересная получилась стимулирующая программа для структуры, для своих лидеров. Поэтому, друзья, берите это на вооружение, потому что это не только сближает, сплочает команду, но и дает хорошие результаты. Друзья, ну а мы с вами идем дальше, и давайте посмотрим, какие же предстоящие события нас с вами ждут. Вот, ну а впереди у нас с вами весенний бизнес-конференция, которая пройдет в Барнауле 22 мая, и он будет называться «Бизнес-слет Фаберлик». Что же там будет? Вы знаете, я даже с большим удовольствием хочу позвать туда не только лидеров Алтайского края, Республики Алтай, а вообще всех желающих, кто свободен 22 мая, потому что там будет, правда, интересно. Во-первых, это будет происходить на территории парк-отель, лесные дали, это в лесу, это очень такое, ну, экологичное эко-место, да, би-эко. Вот, и у нас там будет все это проходить в такой свободной форме, у нас даже такой свободный дресс-код, джинсы, кроссовки, ну, и белый верх, да, обязательно белый верх. Мы с вами будем много двигаться, у нас будет все про бизнес, будем искать, где деньги в маркетинг-плане, и как его можно презентовать, ну, разным целевым аудиториям, да, то есть мы будем искать вот эти вот ходы. Вот, поэтому, друзья мои, приглашаю всех на этот бизнес-слет, и, конечно же, мы там будем поздравлять наши новые статусы, а вы видели, как их много на Алтае, да, конечно же, нашего бриллиантового директора Татьяну Казакову, новых директоров Алтайского края, Республики Алтай, поэтому, друзья мои, добро пожаловать, успейте заказать билеты, билеты по телефону, телефон здесь обозначен, поэтому welcome. Предстоящие события Дальний Восток. Санечка, подключайся. Коллеги, я прошу прощения, не могу уйти, не договорив, но так получилось, что нахожусь на пункте выдачи, ну, и небольшой произошел форс-мажор. Я все-таки хочу вас всех пригласить на наш марафон, марафон по бизнесу, рекрутинг. Наш сетевой бизнес, вы знаете, да, он просто шикарный. Здесь у нас мы можем и заработать, есть возможность заработать, здесь у нас есть и карьерный рост, много чего. Об этом мы поговорим с вами на марафоне. Мы будем вести на свою команду марафон, а вы будете вести свои команды. Пожалуйста, приходите, я вас всех приглашаю. Мы для вас приготовили очень интересные темы. Вы посмотрите, как ведем мы этот марафон, потому что марафон по рекрутингу, он отличается в корне от продуктовых марафонов. Конечно же, мы вам не дадим какой-то волшебной таблетки, но то, что нужно делать и как, мы все вспомним. Потому что был год тяжелый, тот тяжелый год. Это тоже у нас такое, сейчас знаете, да, что происходит. И поэтому все-таки сейчас все вместе мы с вами найдем новые пути, новые пути развития, и рекрутинг нам в этом поможет. Ждем вас на нашем марафоне. Всего вам хорошего. И я уже объявила в своей структуре акцию «Собери команду». Так что объявляйте в своих структурах, все на марафон, и поможет нам с вами рекрутинг. Хорошего вам восьмого периода. А теперь я с вами прощаюсь. Спасибо. Так, раз-раз, слышно меня? Свет, хорошая фраза в конце была. «И да поможет нам рекрутинг». Прям вот поддерживаю, надо ее запомнить. А еще хочу сказать про волшебную пилюлю. Иногда ты даже сам не понимаешь о том, что даешь кому-то волшебную пилюлю, а она оказывается действительно волшебная. Тебе кажется, да господи, да что ж такого-то? Тут ничего особенного. А вроде как раз и все, человек меняется все в жизни, в его развитии, в его росте. Поэтому я думаю, что пилюля будет обязательно и не одна. Так что на марафон, конечно, очень-очень-очень нужно всем попасть, пойти. И не одному, как сказала Светлана, а именно со своей командой. Ну что, я тогда расскажу о предстоящих событиях Дальневосточного региона. Ну и одно из них буквально, вот оно уже, вот-вот на носу. Оно будет проходить у нас в чудеснейшем месте. В городе Улан-Удэ, это республика Бурятия. И я сейчас нахожусь здесь, я уже прилетела сюда. И, конечно, удивительный край, ни на что не похожий. Бурятия – это что-то. Друзья, если вы здесь никогда не бывали раньше, ну, во-первых, я очень советую действительно посетить эти края, потому что здесь вот, ну, ты выходишь только из аэропорта, да, и тут же первое, что ты встречаешь, это молитвенный барабан. Потому что здесь вот все проникнуто так, вот этой культурой определенной, бурятской, да, их каким-то таким особым почитанием богам, да, различным, природе. И их какой-то вот этот вот духовный мир удивительный. Поэтому красивое место, всем советую приехать. Ну, а тем, кто еще, может быть, не принял решение, побывать или не на слете лидеров Дальнего Востока в Берлик или нет, однозначно побывать, потому что у нас запланировано классное мероприятие, которое, конечно же, тоже посвящено бизнесу. Ну, и мы будем проводить его в два дня, да, в течение двух дней. Оба дня будут у нас проходить в самом-самом сердце, ну, на мой взгляд, Улан-Удэ, потому что, ну, тут огромная красивая площадь, в отеле очень красивом Байкал-Плаза. Действительно, настолько все торжественно, красиво, роскошно, комфортные бизнес-залы. И поэтому здесь, я думаю, нам будет очень удобно работать и взаимодействовать, да, общаться и искать вместе формат дальнейшего роста. К нам приедет Ирина Смолярова, наш золотой директор из Иркутской области, участник Лиги предпринимателей «Берлик» не первый год. Более того, Ирина входит в число, да, участников Лиги России, именно нашей компании. И Ирина недавно была одним из участников нашего слета в Комсомольске-на-Амуре, точнее, под Комсомольском, да, мы ездили на Холдоми, дело было в марте. И, конечно, это мероприятие с ее участием, ну, и в частности, да, ее тренинг по маркетинг-плану получил огромный резонанс. Такое, что до сих пор после этого мероприятия есть запрос на дальнейшее обучение, на дальнейшую прокачку навыков, потому что, ну, многие действительно осознали, вот именно в этот момент, насколько важен и насколько приоритетен инструмент в нашем бизнесе, инструмент именно маркетинг-план. Это дорогого стоит, чтобы произошли у людей такие осознания, такие инсайты. И самое главное, что есть чудеснейшие метаморфозы у многих уже, прям действительно переоценка некая, позиционирование бизнеса в целом. И мы решили, что мы не будем сильно менять эту схему, которая так классно сработала у нас в Комсомольске-на-Амуре. И практически вот в таком же формате, с доработками, конечно, с улучшениями уже, вот, мы делаем мероприятие в Улан-Удэ. Вот, ну, может быть, оно будет такое более насыщенное именно бизнес-процессом, да, это будет бизнес-конференция, бизнес-залы, да, здесь будет меньше отдыха и больше работы. В Комсомольске это было как-то в балансе в таком 50 на 50, вот. Вот, но, тем не менее, на третий день, почему на третий, на второй день уже ближе к вечеру запланирована отличная экскурсия у нас после второго тренинга Ирины Смоляровой по планированию и управлению бизнес-показателями, то есть здесь уже будет работа с отчетами, ну, и также, да, в совокупности с задачами по маркетинг-плану, то есть все, все это будет продолжаться, да, по, скажем так, по следам первого дня, вот, ну, и далее уже ближе к вечеру мы, конечно же, отправимся на экскурсию, потому что приехать в Улан-Удэ и не побывать в этих удивительных местах колоритных, а такого колорита больше нет на планете Земля нигде, ну, может быть, где-то тут рядом, там, в Забайкале можно встретить какое-то количество дацанов, да, но это в основном чисто вот бурятская фишка, вот эти храмовые комплексы дацаны, они такие, ну, вообще ни на что не похожи, даже сейчас на слайде вы видите примерно этот колорит удивительный, и мы отправимся на экскурсию, причем экскурсия это будет с каким-то там супер-мега-профессиональным гидом, который является, ну, куча у него разных заслуг, и он тут очень уважаемый человек, и нам, конечно, очень зло с тем, что у нас будет такой сопровождающий, да, нашей группы. Друзья, Татьяна Карпова, телефон у нас сейчас на экране, вы можете ей написать в Телеграм, в WhatsApp или в Viber, задать вопросы и записаться, конечно же, на наш слет. Еще есть время, потому что слет 21-22 мая. Ну, и также у нас запланировано на Дальнем Востоке, да, мы немножечко уходим в лето уже больше, да, то есть Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре планируют бьюти-фестивали летние, различного масштаба, размаха, ну, разные программы, интересные фишки, все это готовится, поэтому, друзья, обращайтесь обязательно к организаторам и, конечно же, становитесь участниками этих мероприятий чудесных. Ну, и наше событие, которого мы все невероятно ждем, это драгоценная мастерская, которая в этом году пройдет у нас на Алтае, и, да, это изначально так не планировалось, да, изначально у нас было намечено, да, по итогам там встречи с Лигой было намечено другое место, но вот так причудливо тасуется колода, да, и мы окажемся все-таки на Алтае. И, знаете, ну, я считаю, что случайности не случайны, вот, и, наверное, тут действительно все, ну, вот так вот легли карты, потому что, и я вот выше сегодня писала, да, когда Мария рассказывала про новый эко-стиль, у меня почему-то возникает, я когда увидела вот эту картинку, и хоть там какие-то пальмовые листья, но вот этот глубокий зеленый цвет, который присутствует, какой-то фантастический зеленый, он магический какой-то, у меня вот прямая ассоциация с Алтаем, позапрошлом году, когда у нас там проходила драгоценная мастерская, я тогда впервые в жизни в своей увидела Алтай, ну, кто не видел, да, мне кажется, даже те, кто там бывал, каждый раз приезжая туда, возвращаясь снова и снова, я думаю, что это опять абсолютно такое спертое дыхание, и, ну, тут правда хочется, не знаю, молиться этой природе и всему мирозданию, потому что это удивительное место. И даже, насколько я знаю, Мария, по-моему, в прошлый раз рассказывала, презентуя нам Алтай, говорила о том, что входит там чуть ли не в чудеса света или в наследие ЮНЕСКО, ну, то есть очень много таких мест, которые являются, а, дорога, да, тракт вот этот вот, что он является одной из самых красивых дорог на планете Земля, это очень круто, я сейчас рассказываю, у меня мурашки по коже, ну, и вот, наверное, такая экологическая тематика, экология и наша любимая Россия, наша страна, удивительная Сибирь, а Сибирь, наверное, да, это, ну, даже если взглянуть на карту России, это, наверное, центр, это сердце страны, и вот мы отправимся именно туда. И счастливая такая новость, очень приятная для многих, что у нас есть еще несколько мест, хотя, конечно, мы свой план и свой лимит, который мы ставили себе по количеству мест, мы его, откровенно говоря, друзья, перевыполнили сильно, мы сильно набрали команду больше, чем, ну, группу нашу, да, чем это планировалось изначально, вот, но мы договорились, да, удалось договориться с той базой, на которой мы будем находиться, и они нам выделили еще энное количество мест, их немного, вот Мария, может быть, сейчас мне подскажет по количеству точно, ну, есть прям буквально по пальцам двух рук пересчитать можно, сколько мы можем еще взять, вот только эти места, и больше уже точно никто не поместится, да, у нас осталось буквально два домика четырехместных, один двухместный и один двухместный стандартный, вот, в общем, вот столько, очень мало, очень мало места у нас нет. И люкс какой-то там супер, да, люкс? Вот, и поэтому вот осталось совсем небольшое количество номеров, которые мы можем забрать. И вот Мария тогда тоже сразу не отключайся, проговори. Я, насколько знаю, недавно наши коллеги были, да, на этой базе, и очень сильно похвалили это место, да? Да, там как раз-таки была Татьяна Казакова, она говорит, что эта база, ну, намного лучше и комфортнее, чем та, на которой мы были в прошлый раз, да, в 2000 году, ой, в 2020 году, вот. И ей очень понравилась и территория большая, ухоженная, и сами корпуса хорошие, вот. Ну, и, собственно говоря, единственное, вот, кто будет жить в домиках, вот, надо понимать, что в домиках нет туалета и душа, это все отдельно, есть мужские душевые и туалеты, есть отдельно женские, но это все отдельным блоком стоит на улице. Вот, поэтому программа будет, друзья мои, просто бомбическая. Мы сейчас с драгоценной командой уже провели первую встречу в Zoom, и уже у нас наметились первые такие штрихи, да, что мы там будем делать. Конечно, будет много про бизнес, много будет про рекрутинг, да, про бизнес-предложение, про маркетинг-план, как его предлагать, да, предлагать все бизнес-преимущества в данной ситуации, да, в наше время. Поэтому, конечно же, всех приглашаем желающих, кто еще не успел сделать заявочку, мы обновим еще ссылку с этим объявлением, и у вас будет возможность эту заявку подать и попасть на эту драгоценную мастерскую. Ну и, конечно же, будут мастер-классы от драгоценных директоров, такие неформальные, будет круглый стол, будут игры, ну и, конечно же, экскурсии по этому волшебному месту, волшебному Алтаю, потому что это, правда, такое место силы, место, где можно получить энергию не только, да, от нашей драгоценной команды, но и от природы, от этой потрясающей природы, от гор, горных рек и вот этой вот атмосферы эко, би-эко. Да, да. Ну и, друзья, сразу обращаемся тоже к тем, кто у нас уже в числе участников этой поездки. Мы сейчас в настоящее время собираем вторую часть предоплаты, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на это. Информация есть в нашем чате, который мы создали под это путешествие, поэтому зайдите, пожалуйста, посмотрите, сколько, кому, и, ну вот, в ближайшее время постарайтесь осуществить предоплату, это вторая часть, ну, третья уже у нас будет там на месте оплачиваться. Так, ну и дальше, да, ну, не буду долго останавливаться, потому что мы уже много раз рассказывали, да, о тех достопримечательностях, которые расположены близ нашей базы, вот, ну, все там классно, все здорово, вот, все в такой шаговой доступности, то есть пойдешь направо, пойдешь налево, везде встретишь какие-то красоты, какие-то прекрасные природные места, вот, и, конечно же, на самой базе тоже есть инфраструктура, которая и для детей, и для взрослых, и вечером посидеть, и днем погулять, то есть, ну, действительно, все сделано в лучшем виде. Вот тут вы видите на слайде домики, о которых говорила Мария, как раз, которые без удобств. Ну, внутри они такие, достаточно уютные, ну, вот такой у них есть момент, нюанс, да, что удобство находится в другом месте. Так, ну и о предстоящих событиях компании, друзья. Конечно же, мы продолжаем наш чудесный марафон, марафон истории «Фаберлик в лицах», который посвящен прекрасному году 25-летия компании «Фаберлик». Красивый возраст такой у компании. Конечно же, за этот возраст мы понимаем, да, что многое сделано, многое уже мы прошли, но при этом такой возраст, который говорит о том, что еще столько всего впереди интересного, классного, вот. Вот, ну, правда, уже есть чем делиться, уже есть невероятные истории, уже есть удивительные результаты, просто замечательный набор инструментов, которые помогли лидерам компании вырасти до своих вершин, да, ну, это еще не потолок, да, но, тем не менее, для многих это, правда, уже огромные вершины, вот, поэтому я думаю, что стоит слушать, и если вы не слушали эфиры, которые проходили до этого, то обязательно на плейлисте «Фаберлик в лицах» на нашем официальном YouTube-канале компании найдите, посмотрите, послушайте, ну, и, конечно, особенно Сибирь и Дальний Восток, наши родные регионы, которые подготовили удивительные, на самом деле, вот выступления, просто что Сибирь вспоминает, что Дальний Восток, на самом деле, столько ярких моментов, столько полезностей, столько вдохновения от того, когда ты слушаешь лидеров, ну, это дорогого стоит, ну, и, конечно же, впереди у нас 27 мая и 3 июня, традиционно по пятницам, в 12 по московскому времени у нас будет Кавказский регион и Южный регион, в котором огромное количество крутых, сильных лидеров, поэтому запишите себе в ежедневник и подключайтесь к эфиру, и, конечно же, поддерживайте своих коллег комментариями, которые все это можно в прямом эфире там оставлять. Так, далее, напомню, да, хотя уже тоже мы об этом говорили и не раз, но напоминаю еще раз, что у нас обновленные условия бонуса «Быстрый старт» для лидеров России в периодах с 6-22 года по 19-22 года, регистрации новичка до 8 января 2023 года. Вот, ну, тут условия, да, тоже мы проговаривали, ну, коротко напомню, что в течение 9 периодов с момента регистрации два раза подряд нужно открыть звание директора и выше, и будет уже начисление бонуса. Начисление бонуса, да, происходит по итогам двух периодов, в которых вы повторили открытое звание, выплата бонуса «Быстрый старт», вот это тоже, внимание, да, она производится на расчетный счет, да, после того, как лидером будет заключен договор на оказание услуг с компанией. Это вот такой момент. Вот, ну, соответственно, если «Быстрый старт» настолько крутой, да, сразу, что это более высокие статусы, то на слайде вы видите, да, что эти суммы, естественно, они, ну, соответствуют статусу, квалификационному бонусу по нашему маркетинг-плану. Ну, и, конечно же, компания проверяет, естественно, в таких программах всегда, как, насколько корректно пополнялись условия по росту, поэтому какое-то время уходит на проверку, и, ну, если что-то вдруг происходит некорректно, то компания при выявлении этих нарушений оставляет за собой право отказать в выплате бонусов. Далее, по обучению. Академия Фаберлик в мае, да, ну, вы знаете, что каждый период у нас три курса проходят, да, на первой, на второй, на третьей неделе, ну, в мае сейчас анонсируем, конечно, уже остался курс для руководителей структур с 23 по 27 мая. Ну, в июне опять все это дело зациклится сначала, да, и вы сможете заводить на курс Академии Фаберлик своих новичков. То есть первая неделя – это у нас всегда новички, вторая неделя – вот как раз-таки наставники, да, и на третьей неделе месяца у нас идет уже руководители структуры. Так, ну, по образовательной платформе здесь изменения – это, что продлен у нас срок подписки до 120 дней. Теперь, приобретая любую из подписок, которые на слайде вы видите, вы можете в течение 120 дней этой подпиской воспользоваться, да, то есть было 90, стало 120. Для более размеренного, да, возможно, прохождения этих записей, да, этих вебинаров, но, тем не менее, думаю, что такие вещи, конечно, откладывать сильно на потом не стоит. Вот. Но рационально распределить свое время, да, вполне можно в течение 120 дней. Так, инструменты для бизнеса мы с вами продолжаем, да. Очень красивые презентации, коллеги, действительно, сейчас идет огромное количество продуктовых презентаций, мы с вами делаем огромный акцент в работе на позиционировании продуктов, на позиционировании наших линеек, учимся грамотно, красиво рассказывать, презентовать нашу продукцию, вот, и поэтому, конечно, нам в помощь действительно достойный такой визуальный продукт, да, визуальный контент. Всегда, конечно, проще рассказывать, когда человек видит что-то глазами, ну, а тем более дизайн всегда наших презентаций, он таков, что все, что мы предлагаем, да, но дополняется с соответствующей атмосферой. И, конечно, не может не вызвать эмоции работа наших дизайнеров, компаний, поэтому обязательно изучайте продукты. Ну, и, конечно, дополнительная информация для работы с покупателями, для работы с консультантами в этих презентациях есть. Здесь на слайде сейчас только вот те, которые были нам предложены последними, да, в течение периода итогового, итоги которого мы подводим с вами, но есть еще другие презентации, о которых мы уже говорили ранее, ну, и также постоянно этот, эта копилка, да, инструментов у нас обновляется и пополняется. На сайте они все публикуются в разделе новости компании, вы можете их там посмотреть. Ну, и, конечно же, они находятся также все время в постоянном доступе. Презентация каталога 8-9 тоже находится на сайте, на главной страничке, вы ее также можете посмотреть. И, конечно, тоже такая она вся про экологию, вся вот про этот новый стиль, которым мы подчеркиваем буквально все. Собственно говоря, вот так выглядит наш каталог. Он тоже такой, как я сказала, глубокого зеленого алтайского цвета, да, будем так говорить, да, ну, то есть такого экологичного, хочется, правда, туда провалиться и затеряться в этой глубокой зелени. Кстати, зеленый цвет – это один из самых позитивных, вызывающих позитивные эмоции. Он не раздражает вообще ни в каком варианте, вот, ну, кроме разве что кислотных зеленых. А вот эти зеленые цвета – это, конечно, действительно, это экология, это здоровье, это планета, это природа, это самые лучшие, самые замечательные ассоциации, которые только могут возникать. Ну, и каталог у нас этот, обратите внимание, 8-9, да, в одном издании два каталога, ну, то есть он сдвоенный, действует с 16 мая по 26 июня. Но при этом никаких изменений у нас в длительности периодов расчетных нет. То есть все выплаты по маркетинг-плану, они пройдут, соответствует, строго с графиком, обозначенным в начале нашего года. Это 8-й период, это с 16 мая по 5 июня, да, соответственно, после его завершения будет выплата объемной скидки. И 9-й период, это с 16 по 26 июня, он также будет рассчитываться отдельно. Поэтому здесь все без изменений. Ну, и напоминаю про прайс-лист, да, с актуальными ценами на продукты, где можно всегда им воспользоваться. Магазин промо-кодов у нас работает. У нас электронные подарочные сертификаты. Потрясающий продукт, очень удобный, многим действительно нравится. Быстрые рассылки в мессенджерах. Это инструмент для работы со структурой, инструмент для активных лидеров, которые строят бизнес, которые работают в компании, и, конечно, у которых такая большая структура, на информирование которой тратится большое количество времени. Если вы не хотите тратить время зря, да, если вы не хотите вручную делать каждую рассылку, обратитесь, пожалуйста, вот к этому замечательному мейлингу. И он, в принципе, очень такой прям вот, ну, не могу сказать, да, что он все абсолютно сделает за вас, но он действительно многое поможет сделать. То есть он настолько оптимизирует процесс рассылки информации, что вам, как лидеру, как руководителю структуры и человеку занятому, он будет очень-очень кстати всегда. Если есть сложности в освоении, в изучении этого инструмента, обращайтесь, мы предоставим ссылки на записи наших вебинаров, которые проводили наши лидеры, и, конечно, вам они помогут разобраться более подробно в этом инструменте. Ну и завершаю, да, буквально коротким таким сообщением о коммуникации, и потом Марии немножко передам слово еще в конце. Ну, канал коммуникации наш основной – это Faberlic Official News. Он находится в мессенджере Telegram, подключайтесь обязательно к нему, для того, чтобы быть в курсе всех событий. Также у нас Faberlic Official, да, тоже официальный второй наш такой источник информации, поэтому тоже на него подключайтесь. Здесь много про продукты, здесь много информации о том, что появляется на сайте именно для работы. Наш телеграм-канал «Сибирь и Дальнего Востока», где мы публикуем свои региональные новости, достижения и информацию касательно Сибири и Дальнего Востока – это Faberlic SibDV. Тоже вы можете подключаться и следить за новостями нашими. Мы здесь исключительно свои новости публикуем. Ну и, конечно, мы вас приглашаем на новую площадку для коммуникации ВКонтакте, площадка, на которой мы ежедневно делаем посты, создаем с очень интересным контентом. Там же мы проводим, ну, пока еще, может быть, не настолько часто, как хотелось бы, но я думаю, что в перспективе будем еще чаще проводить интересные эфиры. И думаю, что освоим и сдвоенные эфиры, будем встречаться чаще с лидерами нашими Сибири и Дальнего Востока. И, конечно же, публикуем огромное количество роликов, полезного контента, коротких роликов, которые могут очень даже стать такими полезными для работы и для роста структуры. Поэтому заходите на нашу площадку ВКонтакте, подключайтесь и будьте с нами. Ну и я передаю тогда Марии слово про друг из приюта. Я же прощаюсь. Друзья, спасибо вам огромное и до новых встреч. И всем успешного восьмого каталога. Женечка, спасибо огромное тебе за презентацию. И, друзья, переходим к социальному проекту «Друг из приюта». Спасибо огромнейшее всем, кто включился в этот проект, кто взял на себя эту миссию, эту ответственность. Потому что, правда, наша компания, она не только за экологию, но она еще и за защиту. За защиту тех, кто остался в такой ситуации без дома. Это наши друзья меньше. Потому что именно они не могут сами о себе позаботиться, сами себя прокормить и сами себя обеспечить. Вот. И огромнейшая благодарность тем кураторам проектов на местах, на территориях, кто взялся за это благое дело и организует помощь. Вот. Ну и, конечно же, у нас на уровне компании тоже идут сейчас, есть телеграм-каналы и лендинг про друг из приюта. Поэтому вот у нас здесь есть ссылочки, они у нас, в принципе, презентацию выложим на наш канал, они будут активные. И вы можете смело по ним заходить, попадать в эти чаты, потому что в канале Телеграм публикуется, кстати, очень много новостей как раз-таки о приютах Дальнего Востока и Сибири. Как уже наши лидеры помогают приютам, какую помощь оказывают, как они приезжают в эти приюты. Поэтому смотрите, следите за новостями в этом Телеграм-канале и, конечно же, ставьте лайки, какие-то эмоции нашим кураторам. Поддерживайте их. Вот. Ну и, конечно же, у нас мы никак не можем не создать что-то еще свое. Вот. И поэтому у нас есть своя площадка ВКонтакте «Друг из приюта СибДВ». Да. Поэтому также заходите на эту площадку ВКонтакте, где мы тоже делимся новостями именно по этому проекту на территории Сибири и Дальнего Востока. Ну и, конечно же, друзья, посмотрите на этот наш завершающий слайд. Да. Здесь у нас обозначены номера телефонов. Номера телефонов, кто ждет помощи. Кто ждет помощи. Это номера телефонов приютов, да, куда по номеру телефона вы можете перевести любую посильную помощь. 50 рублей, 100 рублей, 150, 1000. В общем, насколько вы готовы помочь приютам на территории. Если ваша территория на данный момент не попала на этот слайд, ну, вы можете помочь любому другому. Вот. И обязательно в сообщении напишите «Друг из приюта Фаберлик», чтобы это было понятно, что это именно от большой команды Фаберлик пришла эта помощь конкретному приюту. Поэтому, друзья мои, выбирайте любую территорию и прямо сейчас переводите средства. А я хочу вот выразить огромнейшую благодарность тем людям на территориях, да, вот в Алтайском крае, Татьяну Шкурихину, лидер штаба, и поддержать вот реально именно Татьяну, потому что она каждую неделю по субботам приезжает в этот приют. Она, конечно же, делала это и до того, как запустился проект на всю нашу компанию, да. И очень классно, что к Татьяне сейчас подключились порядка 11 пунктов выдачи в Алтайском крае, и они все помогают этому приюту не только деньгами, но и собирают корм, собирают ветошь, перчатки, моющие средства, санитайзеры наши. И Татьяна каждую неделю везет туда помощь, потому что, вы знаете, как говорит Татьяна, помощи много не бывает. Нельзя помочь собакам один раз, да, потому что есть они хотят всегда. Невозможно их накормить единожды. Поэтому вот, друзья мои, все в наших руках. Хочу поблагодарить кураторов города Томска, потому что они там уже организовали и субботник на территории приюта, и участвовали в выставке, где пристроили уже порядка пяти кошек, да, на этих выставках, и кошечки нашли свой дом. Также они передают туда помощь. Кемеровская область. В Кемерово прям тоже подключилось порядка восемь пунктов выдачи. Я знаю, что именно сегодня девчонки повезли помощь в приют в городе Кемерово. В Красноярском крае. В Красноярском крае у нас целых три приюта взяты кураторами. Это Владимир Коцауров, это Людмила Лаукс, и в Железногорске, это у нас Лариса Шевцова. Я знаю, что Лариса тоже передавала помощь, участвовала в такой благотворительности в конкурсе детской гимнастики. И Владимир также уже первую партию помощи привез в этот приют. Там больше 15 килограмм круп, каша, консервы. В общем, все собачки очень рады. Наши пушистые хвостики говорят вам огромнейшее спасибо. Ну и, конечно же, Дальний Восток. Я знаю, что девчонки с Дальнего Востока у Соли Сибирская. Это просто девчонки, которые помогают уже на протяжении многих лет. Они это делали, продолжают делать сейчас. И очень классно, что пункты выдачи в Иркутской области подключились и тоже активно помогают этому приюту. Девочки помогают не только помощь, которую собирают на ПВ, но еще помогают материально и приезжают в эти приюты и еще руками помогают с этими собаками. И погладить, и почесать, и погулять. Стоянский тоже организован сбор. Поэтому, девчонки, огромнейшее вам спасибо за ваш труд. И, конечно же, еще особую благодарность хочется передать Елене Колодезной и Евгении Першиной, которые прям сделали такой онлайн-встречу, как это происходило в приюте в Хабаровске, в городе Хабаровске, где кормили кошечек нашим кормом, и как это все происходило. Поэтому это, кстати, все происходит на нашей площадке ВКонтакте. Друзья мои, я надеюсь, пока я вам все это рассказывала, вы уже могли перевести какую-то сумму денег любому из приютов. Ну, а я еще раз хочу выразить свои слова благодарности всем тем людям, которые включены и вовлечены в этот проект. Потому что вместе мы сможем делать большие дела. Несмотря на то, что какие-то дела кажутся маленькими, если мы все включимся и хоть немного будем помогать, хотя бы какую-то частицу своего времени, то реально мы изменим мир. И не только в сторону вот таких хороших дел, как кошки, собаки, помощь приютам, но и, собственно говоря, все вот общее наше большое дело, которое делает наша компания, и мы вместе с компанией сделаем нашу планету вообще другой, нашу страну. Друзья, спасибо всем огромное за сегодняшний вебинар. Желаю вам потрясающего, хорошего восьмого каталога в экологичном стиле, да, биэко. Ну и хорошего всем настроения. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok